Если кто не знает, меня зовут Кумилю Куанышевна, кто здесь-то уже привыкли, кто превыше, может быть, туда. Сопровождение мы ведем нацелено, не просто так, не уже ни одноразово, уже в процессе второй и третий год, который сначала мы вроде бы были наблюдателями, потом мы включились полностью в процесс, потому что мне первым делать этот вопрос всем нам, что делают психологи в спорте. Я объясняю, я очень давнишний человек, и вообще советский спорт, он был не как сейчас, который не достанешь психолога, а вообще был при каждой команде, где занимались диагностикой, где изучали на уровне науки психофизиологию, и те книги, которые существуют о психологии, самые все-таки, я считаю, реальные и помогающие наших ученых советского времени. То, что сейчас часто прилагает западная психология, я говорю, я только могла бы частично, потому что наши дети ментальности российской, там дают психологию западную, и она не всегда ложится на наших детей. Но психология была всегда, что делает это, изучает, как сопоставить, вот то, что мы сегодняшним будем говорить, психологическая готовность, как приготовить любого спортсмена к любым нагрузкам, к любым соревнованиям, к любым тем психологическим эмоциональным взрывам, которые требуются от спортсмена во время соревнований. Это очень важно, это важный процесс. И поэтому здесь недостаточно просто, например, сказать какое-то одобряющее слово, давай ты сделаешь. Или, например, наоборот, как-то спортсмена, есть два метода у тренера подготовки на сегодняшний метод спортсмена. Либо он даст ему нагоняй, и включает с точки зрения адреналина, страха, если ты не сделаешь, я тебя убью. Ну и в принципе такой, да. Либо наоборот одобряющее, ты можешь, все хорошо, ты у меня умница. То есть два. Вот два какого-то такого варианта. На самом деле в чистой воде и тот может принести к минусу, и в чистой воде тот может принести к тому результату, который вы ожидаете. Вот нужно правильно сопоставить способности ребенка, каждого вашего индивидуально, его темперамент, его личностные качества, его физиологию, его темперамент. И вывести одну, да, единицу для вашего, она будет разная, разные дети. Вот мы рисовали специальный тест таких птичек, да, вот нужно было сделать такой вот как бы тест. Так как нарисую я вот на этом, на этом, который был на квадратике, на всевозможном расчленен, где поместить птичку. Вот ребята по-разному распределили. Так как, да в каком-то углу. Кто-то почему, это для чего я делаю. Для того, чтобы там узнать, каков ребенок. А чтобы они сами поняли, какие мы здесь в чем-то разные, в чем-то одинаковые. А в чем-то хотим быть, потому что я видела, многие хотели не там нарисовать, а нарисовали только потому в середине, ну, чтобы другой кто-то не устал в серединке. И так в спорте. Вы знаете, глубокая ошибка, что в спорте ребенок выбирает, я буду вот как тот рядом со мной или кто-то. Это неправильная позиция. Вы должны вообще освободить пространство того, кто рядом. А понять сначала, кто ваш ребенок. Вспомните, сколько раз родители говорят. Вот ты вот, почему вот Петя у него там пять, а у тебя там три. В школе даже. Почему твои соседи вот так вот, 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 ну, почему он может, а ты нет? Неправильный вопрос. Правильный вопрос, как мне помочь, чтобы у тебя получилось. Вот в спорте это очень важно. Как помочь? С точки зрения нашей мы понимаем, но с точки зрения того, что вы родители 80%, либо помогаете, либо просто-напросто боретесь с нами, с тренерами, там еще с кем-то. Вот так вот будет и никак. То есть нужно настолько обоюдно идти, поэтому называется командность. Чем отличается наша школа? Объясняю. Да, мы формируем обоюдную команду во всем. Врач, тренер, психолог, родитель. Если мы не будем все вместе идти к одной цели, то мы ребенка тянем, как лебедь, рак и щука. И это опасно для ребенка. Мне как бы взрослый, вы сами разберетесь. Ребенок не должен находиться между огнями. И поэтому чаще всего в спорте так и происходит. Потому что к тренеру вы боитесь подойти, вы боитесь ему что-то там сказать, потому что вот он просто говорит, вот все вот. А наоборот должен быть контакт. Настолько тесный. Потому что если этой команды нет, тренер, родитель, ребенок, то на соревнованиях ему очень тяжело. Просто тяжело, потому что не формируется готовность, а формируется страх. Высокая ответственность – это тоже страх. Это те же гормоны игра. Вы понимаете, есть ответственность нормальная, адекватная. И она нужна. Вот я сегодня, мы когда будем разбирать это, я вам объясню, без нее никак нельзя. И поэтому тут детки обижаются, когда мы дисциплинируем. Кричать нельзя, орать нельзя. Надо соблюдать культуру, надо соблюдать мораль. Вы в соответствии школы, мы о чем-то, вы приехали с России. Почему? Важно. Они это переносят на соревнования. Они должны нести за собой что-то такое, которое не тянуло их, а поднимало и вдохновляло. А у нас либо пресс, он боится, вот тут просто плюсует к плинтусам. Понимаете, это очень опасно. Либо наоборот, такие крылья делаете, что он там герой ходит, он не понимает, он все, он просто герой. И он не понимает, что нет, не там, не там. Это не работает. Между небом и землей опять будет ребенок. Поэтому существует определенное, вот невозможно вот прям точно сказать, что в каждом ребенке сыграет важную роль на соревнованиях. Но есть общие постулаты, общие. Хотя бы от них оттолкнитесь, а потом начните своего ребенка там рисовать, вот в этих компонентах. Тогда вы поймете, как именно ваш ребенок, вот в этой именно готовности, сможет вам, сможет вам, а вы ставите пока ему свои задачи. Как вы мне тут не... Нет, мой ребенок... Нет. Вы ставите свои задачи. И поэтому я вам это даю, как и детям. Если вы не пропустите это, я боюсь, что я за отрядово ребятам. Потому что вы будете все равно наставить на своем. Вот для того, чтобы ребенка подготовить к соревнованиям, есть такое понятие, как оптимальная боевая готовность. Вы можете прям себе записать это. Потому что если без записи, вы потом будете это вспоминать. Вот запишитесь. Она называется ОБГ. Хотя бы три буквы. ОБГ. Или сфотографируйте. ОБГ. Вот что туда входит? Туда входят общие три понятия. Три. Всего лишь три. Которые оттолкнемся от чего? От этого мы оттолкнемся. Если это все выполнено. Вот мне сегодня девочка подошла на курсовке и говорит. Ко миру, конечно, я все выполнила. Все правильно. И техника. И это. И это все. Почему у меня не та скорость? Я говорю. Ты уверена, что ты все выполнила? То есть ребенок, он сам по себе всегда считает. Даже если он пишет, не знаю, вы видите, что он столько много ошибок наделал, вы видите, что он ошибки, он будет доказывать, я хорошо написал. Пока он не сконструется на тексте, пока он не найдет свои ошибки, пока ему не ткню. А-а-а. А он нацелен сказать, я все правильно проплыл. Вот если спортсмен все эти компоненты выполняет, значит он готовится, во-первых, просто готовится к соревнованиям. Вот первый компонент – это физический компонент. Туда входит именно состояние физиологии его. Все. То, как вы его питали, то, как вы его соблюдали, всю его витаминизацию, как вы делали массаж или не делали. Это катастрофа. Ваши спортсмены пашут, ваши детишки пашут. Вы никто не следите за состоянием его тела. У них дотронся только до вот этой воротниковой зоны, они аж драгивают, настолько они у вас забитые. Я делаю, мама говорит. Что вы там делаете? Похлопали, пошлепали, все вперед? Нет. Он должен быть профессиональный. Вы понимаете, что они трудятся. Когда последний раз? Ну, три года. Ну, год назад. Вы что? Перед соревнованиями за неделю он должен быть закончен. Никакого нельзя массажа. Но до этого все мышцы должны быть, они должны быть прям ухоженные. Вот как красавица за собой там все вот это вот она же делает, а спортсмену массаж, это вот это все. Это когда вы мышцы, вы заботитесь о них. Вот это все в физическом компоненте. Это то, когда вы следите, гибкий ваш ребенок или нет. Это гибкость. Почему-то многие думают, ну что, он гимназ, что ли? Что, он акробат? Подождите. Гибкость. Гибкость – это скольжение. Гибкость – это характер. Это где он понимает, что вода, если он жесткий, он с ней спорит, он с ней сопротивляется, он с вами со всеми будет спорить. От тела даже характер зависит, насколько он будет действительно адаптированный. А спорт – это адаптация, быстрая, смелая, сиюминутная. И представляете, этот приходит зажатый, который, говорят, нужно скольжение, нужно тянуться, а у него ничего не тянется. Нет этого. Потому что вот этого компонента упустили. Это же плавание мне говорят. А при чем здесь гибкость? А зачем? А что на шпагат? Не надо на шпагат. Середина. Гибкость нужна, которая просто только для пловца, не для акробата. Потому что если акробатически, нельзя, потому что я уже даже боюсь говорить, потому что родители, скажешь, они делают акробата, это тоже вред, потому что теряется мощность. Если слишком гибкий, он же в воде будет как, он будет махать, а силы не будет, потому что перебор в гибкости. Затем там же у нас с вами находится напряжение, расслабление. Дети, вот у меня спрашивают, что такое настройка, и вот мы в конце, вот, наверное, вчера родители увидели, я специально открыла, чтобы все посмотрели, что мы делаем. Мы занимаемся расслаблением. То есть вот этот тест, который я проверяла на тактильность, хотя, казалось бы, с водой соприкасаетесь, постоянное напряжение. То есть они не умеют расслабляться. Говоришь, расслабься. Я не чувствую. То есть постоянно вот такой комок, гора мышц ходит, они не умеют расслабляться, а нужно на прессе расслабиться, на прессе расслабиться. И кому-то прям в кайф вот полежать там, расслабиться, вот они не тянутся, а кто-то не может, не может. И поэтому поражение с валиком, который вы видели, вот я уже, мы не знаю, на протяжении всех сборов мы это делаем. Обычное полотенце, банное, смотали. Начинаем снизу. И работаем, поднимаем этот валик, чтобы позвоночник протянулся. Он уже у вас вырастет, он уже вытянется, потому что вы что говорите всегда? Некогда, некогда. Хорошо, согласна. У вас нет времени сводить к массажисту. Но хотя бы на валик за час до сна положите его. Ребенок, как все пловцы, почти никто не может достать. Вы сами достаньте сзади вот это вот. Достаньте сами. Другой рукой, обеими руками. Вот спортсмен должен наложить руки сзади, понимаете, и так, и так. Пловцы, казалось бы, в воде не могут. Вот такие расстояния. И так, и так. Это каким образом вы хотите из них выжать рекорды? Чтобы они были как горбуны? То есть они уже ходят вот так. Все, это уже все, уже понятно. Вот это все, вот это все скопчерыжилось. А там же нужен размах, там же нужны плечи. И даже если разворачиваются плечи, вот я на соревнованиях увидела, мы уже, ну, мы не можем это не наблюдать. Плечи вот, а если вы видели, которые не следят за своим телом, горб прямо над плечами. Вы понимаете? Вот такие плечи и горб. Это же убийство прямо. Поэтому здесь нужно обязательно за этим следить. Ощущение здесь мы развиваем. Что такое ощущение? Когда говорят, чувствуешь воду или нет, это из этого компонента. Чувство воды всем знакомо? Сегодня вот тоже мы работали с девочкой. Она говорит, я не понимаю, о чем вы говорите. Что такое чувствовать? Вот как это? Что ощущать? Ну, вода, говорит, и вода. Мокрая. Вот все ощущения. Вот это скольжение тела, как оно сопротивляется, как ее, вот эти воду взошли, пузыречки, мурашки идут. Ничего этого, непонятия нет, ощущения. Понятно, если массаж не делаете. Массаж тоже ощущения развивает. Кто-то там мне тоже приходил, говорит, ой, это же больно. Да, это больно. Массаж-то, прежде всего, сначала боль, потому что они все забиты, а потом-то приятно. Вот они все боятся боли физической, там что-то такое, прям все-все тут же. Ну, вы представляете, спортсмен боится физической боли. Это уже, значит, когда будет говорить тренер, надо больше, 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 он будет тормозить. Он говорит, я все-все-все. У меня, видите, болит мышца вот тут. Вот они ходят, вот тут болит, тут болит, тут болит, там болит. Ну, все, развалился. А у нас позиция, болит, значит, появилась мышца. Болит, значит, еще больше сил у тебя появилась. Они только просто, когда они будут болеть, короче, никогда, всегда будет болеть. Что-то всегда будут расти, это дети. Только когда они уже будут в каком-то совершеннолетии, например, мозг и вся физика до 21 года формируются, работают. Не ждите от них результата ежеминутно, ежесекундно. Вот у них там возраст, там, 7 лет вот так будет, 8 вот так, 9 так, 10 так. А вы у 9-летнего требуете то, что он должен 16 лет достичь. При этом ничего не делая для тела, для, ну, это очень важно. Потом сюда же насходит дыхание. Вы знаете, вот дыхание, ну, я тоже столкнулась, для меня был носом. Мне казалось, если плавание, то это вот дыхание стопроцентно колбастое. Ну, это катастрофа. То есть вы должны сами сначала научиться, это для себя. Вдох всегда, живот сначала, потом сочное сплетение, потом верхнее положение. Всегда выдох у нас снизу и заканчивается животом. Вдох и выдох, начинает живот, заканчивается живот. Что они делают? Сделайте вот вдох вы все. Просто вдох. Вы что сделаете? Да, поднимается уровень, вот, верхнего. То есть из живота давит вот это подвздошное наверх. Они поэтому у вас отдыхаются и захлебываются. То есть сначала нужно вам понять. Ребенок, этот же момент работает, когда вы хотите успокоить. Не говорите им слово «успокойся», это их еще больше бесит. Вот представьте вас так же, вот вы волнуете, он говорит «да успокойся». Все, которые, да что успокойся-то, все понятно, что, да, а вам еще больше, да успокойся. А если подойдет, давай подышим вместе. Давай. Чтобы успокоить, нужно вдох сделать короче выдоха. Короткий вдох и выдох. Вдох. Видите, вдох надувается и выдох длиннее. То есть должен выдох быть длиннее вдоха. Поэтому у нас делать такое правильное. Все, а вы подходите, успокойся-то, успокойся, успокойся-то, успокойся. То есть вы уже понимаете, что успокоение – это, значит, вегетативная система. Слова не работают в этот момент. Поэтому нужно помочь вот так вот. Давайте дыханием, например, одно из. Либо тактильно у вас детей совсем мало. Просто положить руки на плечи. Просто положить ему сзади, вот так вот, абсолютно сзади. Либо на грудь, просто положить. Спокойно положить на голову. Это дети. Приложить просто голову к себе. Либо попросить его просто «закрой глаза». Просто закрой глаза и посиди. Дети это не любят. Они все открывают. Они плачут. Они хотят, потому что уже с детства запущен механизм минусовый. То есть дайте мне насладиться своим плохим настроением, своими слезами. Дайте. Не прекращайте этот процесс. Они не хотят дышать. Они не хотят вот этот плюс принимать. И представляете, если у вас они не научены, чтобы запустить это, вам нужно очень длительный процесс постараться. Потому что вы все знаете, что такое рефлексия? То есть это наработка определенного рефлекса, как у Павлова. То есть если он научен и грызть ногти, он пока не дашь ему другую какую-то выход или какую-то другую привычку, он будет их грызть. Потому что все, это рефлексии. Это мозг делает уже не он. Он не хочет этого уже плакать. Он не хочет расстраиваться. Но уже он так наученный. И когда вы это забираете, нужно сказать, а что делать? Дыши. Что делать? Да, тебе будет трудно. Потому что они подышали. И тут же опять слезы. А слезы им нравятся. Они прям попереживать это просто за радость. Потому что в школе это научили расстраиваться. А в школе прям учителей вообще, наверное, какое-то... Они от этого ловят удовольствие. Когда вот поставили двойку, да, и вот ребенок плачет. И они вот... Это так здорово, что вот они такие вот учителя, они наставили двое. И ребенок думает, что так надо. А вы как взрослые, как родители, должны понять и научить их. Так не надо. Надо по-другому. А как? Давай подышим. Давай вместе найдем другие варианты выхода из того, что тебя волнует. Поговорим с тобой. То есть вы даете физиологию речи. Физический компонент – это тоже говорение, это действие. Но прежде чем к нему прийти, вы должны еще... Вот там у нас есть третий мыслительник. Потому что когда вы, родители, думаете одно, а говорите другое, это еще хуже. Подходите к ребенку, вот у меня спрашивают так вот. Я же его поддерживаю? Посмотрите, какая я паинька. Я уже... А другая сторона убить готова. Ты меня опозорил. Как ты плыл. Что ты там наделал. Но мне говорите, видите, как я выдержанная. Я спокойно ему сказала. Детей никогда... Это самый искренний... Вот тот фильтр, который вас просчитает, прощелкает. Вы сами себя вспомните детьми. Когда-нибудь вас могла мама обмануть, что она, например, улыбаясь, говорит, все хорошо, все хорошо у меня, все хорошо. Вы будете знать, что она страдает, что она переживает. Или папа, пришедший с работы, который уставшийся, он скажет, да, все хорошо. Все равно мы будем знать, он устал. А все это невозможно обмануть. Теперь другой вопрос. Насколько вы... Вот вы от детей требуете. Насколько вы сами готовы искренне понимать ребенка. Не специально себе формулу одеть и такую, я вот буду выдерживать вот так вот. А понимать через душу то, что нужно ребенку. Вы понимаете? А вы в плавание заходите только эгоизмом того, что вот ты должен и все. А вы ходите определенно внутренне и ругаете его. И какой он там... Или она там слабая. И ни черта ты не умеешь. И зачем я деньги на тебя трачу. Время на тебя трачу. Вы такой поток льете. Они все это чувствуют. И вот не представляют, когда мы здесь сидим, я понимаю это. Когда они не поймут, зачем они плачут, я их понимаю. У них огромный груз ответственности. Огромный. Потому что мы, родители, их об этом обязываем. Нужно ответственно подходить. Но так, чтобы это было искренне. Например, ну смотри, тебе тяжело хоть один раз, ну хоть один раз с ними. Пойдите в бассейн и проплывите его километр, который они проплывут. И когда вы там сдохнете на половине пути, вы покажите, слушай, вот это братан, вот это ты подруга даешь. И ты вот это... Они знаете, как счастливы. Теперь ты понимаешь, они говорят, теперь вы понимаете, что это такое. А со стороны же кажется, вот даже сегодня, да, если посмотреть, ну что ты там, что ты там барахтывался-то. Вы хотя бы вот это побарахтаетесь. И когда вот ребенок будет понимать, что вы понимаете о чем, тогда он будет легко дальше достигать. Тогда он не будет в протест вам идти. И вот там самый важный момент сгорание есть, да. Вот вы еще никто до этого не дошли, маленькие дети. Трудятся, трудятся, трудятся. Например, вот получили КМС и остановились, да. И вот они все, все, вот они не могут. Вот до этого пути, в принципе, доходят те, которые родители ожидают, что вот-вот-вот-вот-вот сейчас-вот-вот сейчас будет прорыв, и он у меня вот поскачет, и будет чемпион. А он не скачет. И тут проявляется все искреннее. И вот, а дети проверялись, и они говорят, ну вот, я же знала, что это все, вы прикрывались, и вот так вот. Вот у меня не получается, теперь я никто, я никак, и зачем вообще ты туда ходила или ходила, все, закончился этап, у вас терпение. Другой опять вопрос. У чемпиона родитель должен нас, насколько выдерживают родители рядом, спокойно, и провалы, и подъемы. И когда тренер говорит, что ваш ребенок вообще делает, зачем он сюда приходит, и где у вас такое искреннее лицо поддержки, вот тогда я понимаю. Я все время говорю, чемпиона сначала смотрю родителей. Насколько готовы родители быть чемпионами. Дети любого спроси готовы. А родители еще почесывают. Кто его знает? Выдержу, выдержит он. Вы выдержите это, тогда это будет искренне. Где вы тогда понимаете, слушай, я не уверена или не уверен, что я потяну что-то такое, чтобы тебя... Скажите им искренне, я буду злиться, я буду нервничать, я не пойду с тобой на соревнования, потому что я переживаю, еще что-то. Давай сам, давай сама. Но потом придем, мы с тобой поговорим об этом. Мы обнимемся, мы в баньку сходим, если это пацаны и папы рядом. Да, мы это обсудим. Если это девчонка, то она... Папы так вообще, ты, наверное, должны... Блин, ты звезда наша, самая первая. Потому что девчонки от пап... Вообще в спорте от пап берут больше. И надо от пап брать. Мамы немножко дают больше истеричности, воздушности, такой капризности. И это естественно. А я больше всех к пап, даже девочке, говорю, иди к папе зряйтесь. Папам большинство как бы вот... Ну девочку, что я скажу? А то же самое, что и мальчику. Потому что девчонкам, я говорю, девочки, вы немножко понимаете, в чем суть ваша. Вот вы в спорте должны быть пацанками. Все, с чистой воды пацаны. Вот включить... Представляете, как девочке включить тестостерон? В спорте-то работает тестостерон. Поэтому они... А вдруг мама говорит, ну давай, моя хорошая, я тебе верю. Какой это тестостерон? А папа говорит, давай, ты у меня воин, ты у меня боец, давай, шуруй. Хоп, включился мужской оппозиция. И даже у девочки она видна. Либо видно, когда мама там... Что мы делаем, мама? Мы нотациями, мы там их запичкаем. А мужчинам достаточно одного слова взгляда бывает. Просто... Что такое, ну-ка, все, покажала тут. Ну-ка, давай, отожмемся с тобой быстренько. Ш-ш-ш-ш. Все. И поэтому, да, пап, я всех прям... Я люблю пап в спорте, их затягиваю. Папа, ну, конечно, большинство мамы. Что говорит папа? Ты это все затеяла? Ну, давай, разбирайся. Не хватает нам вас, понимаете? Потому что зарядить их в спорте может только вот такой спартанец. Но мама выживает. Поэтому что я советую маму, если нет рядом пап, стать мужчинами? Да, тоже так, да. Как бы ты сказал, прям советую, как бы ты, как мужчина, сказал. Прямо себе запоминаете. Так, в этой ситуации я бы сказал, вот так, вот так, вот так. Вот прям взяли это. Хотя вы либо запишите на телефоне. И ей прям в уши вместо музыки папины слова. Давай, давай, ты у меня молодец. Или еще что-то. Когда вы задаете вопрос, что делать? Вот. Вот это делать. Но всегда пронесло какое-то избегание. Как-то там оно без меня должно пройти. Как? Это ваше тело. Это вообще ваше. Мы пока еще по первому компоненту. Представляете? Это тело, которое вас несет, вас показывает. Вот по всем детям, вот как бы образ родителей, он складывается у меня по проплялу. Вот я сразу, вот мама, папа, папа, папа. Вот сейчас папа выскочил, мама выскочил. И я думаю, давай, папа, 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 вытаскивай, вытаскивай. А где-то я смотрю, вроде папа более мирный, более спокойный, а мама как на коне. И вот я озадачиваюсь, думаю, вроде вытащу сейчас маму, она на коне. Но она мешает. Понимаете, что нервная система? Она вытаскивает истерию. Как бы мы женщины не боролись быть мужчинами, эта истерия выходит в спорт. Понимаете, вот это, что-то там потерял, что-то там это, вот это все, она все выходит, вот это, вот это, потому что она же заложена больше. И все вот это, вот это мельчешение какое-то, все-все-все, и думаешь, так-так-так, ну пусть проживет, потому что папа циров где они есть, куда он денется? И где его достать, где его поймать, где его словить? Коп туда ему даешь. Вы же образцы. Вы, в них отражаетесь вы. Поэтому поиск, поэтому мы делаем, именно составляем и личность, покрупиться от вас и думать, что там в генах достать. Есть у тебя это? Давай. Есть у тебя это? Давай. А если нет, хуже. Да, тяжелее. И мы его что делаем? Фантазируем. И когда мне спрашивают, что делать, если нет возможности составить план, да, мама или папа, я говорю, фантазировать будем. Будем составлять картинку. И тогда мы берем и рисуем, говорю, вот это в тебе нужно, вот это в тебе нужно, вот это в тебе тяжелее, длительный процесс будет. Поэтому если все-таки вживую есть, дергать всех живых образцов и подтягивать. Второй компонент эмоциональный. Да, тут еще я забыла, вот давайте как-то отметила, техника. Но это не относится к родителям, наоборот, родители. Я запрещаю корректировать технику, если вы доверились тренеру. Бардак у ребенка в голове. Тренер приходит, сказал, так-так, пришли к родителям. Папа с мамой мне сказали, что так делать не надо. Замечательно, вот замечательно. Так зачем вы пришли к тренеру-то? Что делать-то? Вы поменять этот тренер, зайдите сами в бассейн и тренируйте. Все. Доверие, вот даже когда тот проверял, все говорят, в эту сказку, когда краш-тряковичу подходили, вот это вот доверие проверялось. То есть доверять ребенок или нет. Так, говорят, смотри, там, у кого нет, он доверяет, он нельзя. Вы представьте, какое доверие у родителей, которые Арсения нам доверили? Семь лет ребенку. Это величайшее. При этом мы думали, он сможет адаптироваться, но это произошло, где вот там два дня, и результат был, потому что он доверял нам, он доверил всем в доверии, такой результат, который я вам даже не передам. Либо вы тогда меняете тренера, что-то. Но если у вас нет доверия, у вас ничего не получится. Никогда ничего не получится. Потому что бардак, это как и школа. Даже когда я своим детям говорю, если это наша школа, я ничего плохого тебе не скажу, это наш выбор. Просто мы будем адаптироваться. Вот если так учитель требует, давай адаптируемся, либо меняем. Потому что говорить, какой учитель плохой, и вести потом ребенка туда. И что, ку-ку? Плохой учитель, и туда же ребенка. Что будет составлять портрет? Ты плохой учитель, я не буду тебя слушать. Мне и мама, и папа сказали, что ты плохой учитель. Все, конфликт у ребенка. Что будет у вас конфликт с учителем? И учитель будет говорить, у вас ребенок ничего не делает. А он будет, говорит, открыто. Да потому что вы вообще плохая учительница. Вы мама с папой мне об этом сказали. Поэтому в спорте то же самое. Отдали, видите, не получается. Бесполезно брать ту методику, когда вы так делай, так делай, так. Но ты там, тренер, а пусть ухочет говорить, а ты делай свое. Ребенок, он же ребенок. Он ломается, все в нем. Потому что его будут унижать, его будут оскорблять. Почему ты так делаешь? Что ты тут вообще делаешь? И вот этот весь хаос вы запускаете. Либо вы доверяете технике, либо не доверяете. И не ведете туда. Либо вы можете таким образом, что делать? Ну, например, если вы там как-то у себя в городе хотите в сборную куда-то попасть или еще что-то, и нельзя этого обойти тренера. Ну, никак нельзя обойти. Хорошо, вы выполняете задачи, которые поставил этот тренер. Но тогда, когда вы понимаете, что вы хотите брать больше достижения, тогда вам нужно брать добавочные уроки, например, один на один, пусть даже с этим тренером. Но я феноменальный ответ услышала, что эти тренера индивидуально не берут. Они говорят, мы все, даем всем одинаково, все. Тогда хорошо, берите третьего человека индивидуально. Дополняйте тогда. Только так, чтобы они согласовывались. Если вы взяли третьего тренера и не согласовываются, тогда опять у вас будет конфликт. Да, то либо вам надо подружить тренеров с тренерами. Да, опять в чем? Вас опять нужно. Это ваш запрос. Это ваша проблема. Не детей. Ваша. Вы должны найти баланс между тренерами здесь, между техниками, чтобы не было вот это лебедь, рак и щука. Все, нашли согласование? У него техника тут же пойдет. А не как вот тут вот. Мы доказывали, что нужны локти, нужно это. Мы здесь тратим время, чтобы доказать на то, что это нужно. И спорят с нами, что это не нужно. Хотя по результату, объясняем, за две недели вы не увидите в новой технике результат. Но когда вы продолжите дома дальше, вы увидите этот результат. Нужно время на все. Поэтому к технике я больше не отношусь к технике. Я доверяюсь своим специалистам. Я знаю, что они делают все супер. Почему мне это? Потому что они сделали результат на этом. Потому что у них есть результат. Чего в этом не доверять-то? Все. И мы даже этот разговор и не ведем. Здесь весь момент, что эта техника должна быть. А что делать с детьми? Плыви и все как можешь, как хочешь. И вот он год так плавает, два так плавает, три так плавает. А потом хоп, остановился. На чем он плывет? Пока на задоре детском. Пока на своей физике бултухается. А потом, когда идет нужно дальше, уже серьезные вещи. А технику мы профукали. Опять о чем это? Мозг. Он привык неправильно плыть. А потом вы тратите время, чтобы заново приучить ребенка правильно плыть. Вы что тратите время? Либо вы начинаете. Так как все равно, что вы школу отдали. Сначала вы таблицу умножения научили вот так его. А потом, вы знаете, что там по-китайски как-то по-другому. Там что-то нужно чертить в уголках. И там мне объяснили. Какой-то кошмар. Вот одна цифра, другой уголок, третий, четвертый. Я говорю, слушайте, я говорю, можно столбиком? Я помню столбиком. Вот я запомнила, мне так легче. То есть вот зачем-то переучить. То есть если решили эту методику, то есть вы идете и учите. И не начинаете менять тоже как бы или вообще этого нет, или переделываете. А ребенок, когда закладывается хорошо? Когда изначально вы в правильные вещи вкладываете. Правильные книги. Правильное окружение. Правильные фильмы. Вот это все закладывается сразу. Черниковскую слушайте. Нравится мне она. И так же с мозгом связана. Это профессор, это умница. Слушайте ее. Она говорит умные вещи. Заслушайтесь ее. Мозг это то, в которое нельзя ничего плохого положить ребенку. Вы потом оттуда не сможете вытащить. Каким образом замена? Всем объясняю. Если, ну и говорю, и делюсь с этим, то, как мы это делали. Если мат, мат, вот дети все сейчас, мат это как будто само собой. У нас нет, у нас запрещено. Мы запрещаем нашим говорить матом, обращаться с друг другом не так, как-то так унижать друг друга. Дома, если услышали, замена. Любое другое слово. Если мат услышали, не надо его за это ругать или еще что-то. Вы вместо этого слова дайте другую формулировку. Например, он заматерился одной и той же. Вот тебе и Юрий в день. Услышали мат, а вы опять, вот тебе и Юрий в день. Услышали опять, а вы опять, вот и Юрий в день. И потом он захочет сказать, он скажет, вот тебе и Юрий в день. Все. Все. Что делаете вы? Ругаете, объясняете, заставляете еще что-то. Он еще больше тогда набирается, еще больше. Так здорово, родители так сфокусировались на это. Что-то такое интересное. Ребенок не понимает маленькие. Даже вот этого возраста, который здесь у нас, они еще не понимают минуса этих слов. Понимаете? Для них это просто слова. А на самом деле это энергетика, это мораль. Для спортсмена она очень важна. Это где мы домыслительно, мы дойдем. Поэтому следите, что детям своим даете. Даже технику и все остальное вообще. Второе у нас с вами эмоциональный компонент. Это то, что путают очень многие. Путают с чувствованием. Ну вот смотрите, какой вы вопрос задаете. Как научить ребенка не волноваться? Он должен волноваться, во-первых. Он должен волноваться. Если он не волнуется, значит он не запустит пульс. Если он не волнуется, значит вегетативная система у него будет в покое, в йоге. Вот в йоге, пожалуйста, обучайте там технику. Все хорошо, в Багдаде все спокойно. Идете в Багдаде все спокойно. Вот там замечательно. На соревнованиях эмоциональный компонент. Это значит возбуждение. Насколько оно высокое, насколько оно низкое, и насколько оно спокойное. Три. Три характеристики, которые важны на соревнованиях. Это там эмоции. И поэтому нам нужно с вами возбуждение. Обязательно сегодня мы репетировали это тоже с детьми. Каким образом? Пульс. Элементарно. Вот мы сегодня измеряем, как можно с пульсом 80-90 подходить к старту. То есть получается, они говорят, вы вам не поймете. Ну я же спокойный. Не нужно спокойствия в соревнованиях. Кто вас этому научил? Спокойствие, будьте спокойны. Нет, это умер значит для старта. Вегетатика и эмоциональная сфера должны быть заведенная. Она должна быть возбужденная. Она должна быть понимать высчитанная. Вот вы кто-нибудь знаете рабочий пульс вашего ребенка? Нет. А должны. Вы должны были знать. Вот в покое так? А вот когда у него, когда он в настроении, в заводе, у него так. Вот то есть, например, если ниже 100 у ваших детей пульс на старте, это значит он не кокушный. Вообще не кокушный. Это представляете, что такое эмоции? Эмоции – это связано с вегетативной системой. То есть, как у него включается норадреналин, адреналин. Все это включается во время этого. И что делаете чаще всего? Вы тут включаете адреналин. Каким образом? Словами, например. Попробуй мне это не сделай. Ты должен это сделать. Это его над страхом. И это уже запущено в вашем виде. Они идут туда от страха. И поэтому он у них быстро скачет. Он спускается на середине пути. И видно, и потом говорит, все, что происходит? Зажаты все мышцы, все зажалось, ничего не плывется. Все, все. И они говорят, я не чувствую. Но правильно. Потому что не развито чувство и растяженность вот этого эмоционального возбуждения. То есть, его хватило. Вот мы сегодня проверяли. Они попрыгали, у них пульс 180. Буквально они вот отошли. Это же дети, вы понимаете. Вот они походили чуть-чуть. Проверяем 100. Тут только что 180 было. Они, как это может быть за 2 секунды? Говорят, потому что вы дети, быстрое восстановление идет. Они попрыгали, мне кажется, у них такое. Вы замечали, все пловцы многие, они около этих томбочек прыгают в себя, там хлопают. Потому что они, например, в курсе, что у них быстрое восстановление идет. Да, и пульс у них падает. Они себя заводят. Почему это ваши дети не делают? Стесняются. Как это я буду так делать? Вот вам, пожалуйста. Не там, где надо стеснение. А зато, когда в комнатушках я прохожу, мы без стеснения так можем там задать в жару, поорать. И так можем тут... Я говорю, ребят, не там. Или, например, мы играем игру «Верю-не верю». И мне говорят, а-а-а, кухни руку, а не что выучить нас обманывать. А там играю, где нужно, да, хитрить и обмануть, потому что там пингвинчики лежат, или еще что-то. Я говорю, представляете, я вас учу обманывать. Только этому место есть, где можно это сделать, потому что вы все равно это хотите сделать. И этому еще и можно здесь и поиграть, и подвигать, как это все можно, и глазками своими сыграть, не показать, как это, да, или наоборот видно. У них же написано, где они говорят «Два пингвина». И кладут так уже, видно, что там не два пингвина. То есть вот это вот, вот, это где место, мы разрешаем это делать. Но если там где-то нельзя это делать, нужна честность, а не наоборот, этого бояться. Это плохо. Этому тоже нужно учить. Понимаете, обязательно. И вот как проверить дома? Вот это учите дома. У вас у всех есть, если вас не делают тренера, например. У вас всех есть, ну, проверить можно запросто, да. За 6 секунд проверяете пульс, прибавляете нолик, вот вам за минуту будет пульс. И у них мало там времени проверять пульс. Проверили, добавили, 6 секунд, ноль прибавляете. И, например, ну-ка давай попрыгай, вы уже знаете восстановление. Ага, все только восстанавливается. Вот у детей, у родителей, которые, у нас есть мама одна, у них дневник. Вот теперь это большими буквами хочу, чтобы написали. Дневник ваших чемпионов. Заведите этот дневник. Почему вы никогда не знаете, когда они плывут, чего они плывут. Это нужно ввести. То есть мы ведем своих детей, потому что да, это надо. Вы сами-то тоже себе отмечайте. Если у вас вот тут вот график, вы ребенку взяли большой плакат, повесили, чертите. Вы к ребенку прибежали, соревновали. Так, ага, у нас с тобой тут. Да, да, ага, хорошо. И у вас высветится за год, а не так, когда вы хотите там за один день. Целая кривая всего движения вашего ребенка, как сердце. Понимаете, вот повесьте, как сердце. И он будет понимать, во, моя работа. И вы будете видеть спады, вы будете подъемы видеть. Без дневника никак. И если вы будете эмоции свои отслеживать через пульс, хотя бы в течение месяца, вы будете знать, насколько ваш ребенок эмоционально стабилен в соревновании. А не так, что-то он сегодня распакался, а вчера вроде ничего. А вот сегодня он подумал, у него вроде получилось. Выведите постоянную эмоциональную шкалу. Помогите ему. Ваши дети еще маленькие, они не смогут это сделать сами. Хотя, например, наши дневники ведут блокнотики, мы там записываем. Они с ним приходят к нам на занятия. Мы смотрим так, ага, что написали, для чего записали, какая, что такое психофизиология, где сердце находится, где у нас что находится. Многие даже это не знают, где мозг находится. Потому что до сих пор они не знают, что плывет мозг, тело. Они думают, что это пока... А вот этот спорт, который выбрали, уже вы, которые здесь, перешли черту игры. Теперь это их профессия. Все, которые у меня были, все хотят быть тренерами. Если что, мы будем тренерами. Я говорю, правильно, конечно, если что. Но я с ними согласна, у них уже будет профессия. Если что, не хватит, они пойдут потренируют. И копеечка будет в кармане. Как и Арсений, молодец. Умей считать. Такой, действительно, вот. Уже видно, что в голове сложено по полочкам все. Вот это вот понимание того, что обязательно вам нужно сейчас этим заняться. Вам. Вот тогда, когда вы требуете от ребенка. И когда я задаю вопрос, а вы все в своем ребенке знаете. Вот тогда я скажу, тогда что-то подумаю, почему у вас не получается. Потому что если вы все ведете, вы знаете, как эмоциональное возбуждение поднять. То есть, смотрите, если пульс больше нормы до старта. Больше он стучит. Нужен, например, 140, а у него там за 190 сошкаливает. Значит, дыхание мы ему, да, снижаем. Помните, как. Короткий вдох. Все, он уменьшился. Например, он низко упал. Прыгаем. Оставляем прыгать, бегать, чтобы поднять. И поэтому, видите, то он вроде бы дышит, то бегает. То дышит, то бегает. Да, вот так мы и держим баланс эмоций. А не заставляем как бы поднимать настроение. Вы там как готовы так махать на них, пахалом, лишь бы он там поднял. Нет, эмоциональный фон – это не то. Это просто физиология. Плывет-то физиология. А вот теперь следующий компонент мыслительный, мыслительный, он должен работать до старта, этот компонент мыслительный. Туда входит у вас программа действий. То есть, когда мы детей спрашиваем на соревнованиях, что ты плывешь? Не знаю. Тренер знает, говорит. А, я сейчас помню, да. Хорошо. Там, например, кроль 200 плывет. Хорошо. Какое твое время? Ну, когда-то было. Ой, не помню. То есть, ребенок должен знать четко, что он плывет, сколько плывет. Какие у него плюсы в этом есть. Какие у него есть те, которые вещи, он еще работает над ними. То есть, у него должна быть, у вас должна быть в дневнике. Это прописано. Что у вас будет график соревнований, который, ага, вот такой у нас график соревнований. Вот это же такой мыслительный процесс. Где у вас просчитаны действия. И в этом процессе мы обязательно составляем хронологию того, что должен думать ребенок во время соревнований. Ну, например, вы же идете с ними, ну, например, на соревнования едете с ними. Вот когда он прошел границу бассейна, он не должен быть во вашей власти. Он должен быть во власти охвачен этих соревнований, этого бассейна, поймать эту волну происхождения. Он должен отследить, когда его очередь, когда ему подкупаться, когда ему одеть гидра, когда ему приготовиться. То есть, он сосредоточенный. Он должен быть уже четко, вся хронология действия должна быть упакована, а не так, что он что-то потерял, там, тапок там оставил, это здесь оставил. То есть, хронология действия должна и при том, когда я спрашиваю, а представь, вот у Ани Мирс, вот этот отдел, а представь, например, тебе резко поменяли время твоего заплыва. Представляете, паника, как, все, так я же просчитала это, нет, мы называем это сюрприз. Вот сюрприз, вот такой сюрприз. Вот готовность к сюрпризам, она особая, когда на тренировках, говорю, они идут. Ну, сегодня будем это, друг, а сегодня будем плыть вот это, вот это там на, особенно они любят, когда там начинают большие, да еще и по времени, как, мы же не готовы, как, а я так люблю, как хорошо, как, что не готовы. Вот и будем готовиться. Они не любят, когда, вот особенно те, которые все по пунктикам, у нас, наверное, есть, я, кстати, много детей, которые вот прям четко должны быть там лежать, вот это вот, и чуть поменялся план, все, паника, как это так, а вот это, и потерялись, нет, 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 подышали, успокоился, закрыл глаза, включил мыслительный компонент, так, поменялось, просто передвинь две вещи, все, значит, ты пойдешь гидрак одевать не во столько, а во столько, да, 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 все, дети привыкли, они цепляются, они зацепились, все поменялось, все теперь пойдет не так, потому что все пошло не так, ага, думаю, в каком характере, я говорю, где ты это слышал, вы понимаете, что дети это слышат от вас, если что-то пошло не так, значит, все пойдет не так, и все мне пошло не так, и все пошло не так, поэтому здесь должны быть мыслительные заготовки, например, если это произошло, ты должен сказать себе, что бы ни случилось, я буду делать то, что я умею, что бы ни произошло, я самый сильный, я самая сильная, я это смогу сделать, что бы ни произошло, я знаю, как плыть, даже если нет со мной тренера, я столько раз около него это делал, я просто это сделаю, представьте, все равно накрывают мысли, да, вот это, даже вы, ну, даже взрослый человек, если накрывает тебя вот этим медным тазом состояние тревоги, да, вы не знаете, что делать, спасет только одно и то же говорение, как стих, вы должны заучить какую-то поговорку вместе, сели с ребенком, давай научимся, что бы ни случилось, все будет хорошо, ну, что-нибудь типа этого, вместо этого, ух они, ах они, это вы все передаете, да, вот это вот, и постоянно вы считаете, что-то надо поменять, нет, вот здесь работает мыслительные процессы, четкая, постоянная, постоянная, постоянная наработка, но при этом сюрприз, всегда сюрприз. Каким образом ребенка можно к этому подготовить? Ну, например, вы пообещали, не знаю, там, что-то там купить, там, велосипед купить в понедельник, а вы его купили, например, уже в понедельник, там, к понедельнику, а взяли его и вот сказали, не купили, вот тебе велосипед. То есть, расстроится же очень сильно, вот в этот момент вы все о себе узнаете от ребенка, все, 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 что можно, все, что можно, пусть выговорится, пусть проговорится, и вы должны от нас сказать, что изменилось-то, ну, что изменилось? Это как у нас карточка вышла тогда в магазине, в детском мире, подарили карточку, все рассказы, так интересно, а в этот день она, ну, не пробивается, но на следующий день подарочек. Такие горькие слезы, а рядом, а вам еще, рядом, представляете, вот, есть ли еще бабушка, как ты могла это сделать? Ты обещала ребенку, как ты могла, как вы могли это сделать? Я говорю, так, какая катастрофа случилась? Ну, что, как и сегодня, который плакал, что случилось-то? Кто-то умер, что-то такое произошло, что, я не знаю, война началась, представляете, мораль какая, маленькая, какая маленькая, не купили велосипед. Вот. И протяните, вот видите, что не успокаивается, прям продолжает, вы и во вторник не давайте. Смотрите, продолжают, нехорошие вы родители, вы обещали, как вы могли поступить так, вообще, вообще, как вас земля носит, что вы такое сделали. Вы не созрели, и в среду не даете. Вот только, когда он успокоился, ребенок ваш, забыл, вы достаете ему велосипед этот. Видишь, как просто-то, сюрприз тебе, а-а-а, да, и вот это вот, мало того еще, что ваш ребенок будет сделать, он может сказать, а мне теперь и не нужно. Хорошо, идем, собираем твой велосипед, детский дом, кому-нибудь отдадим. Все. Вот и ловите это, ну, если у вас позволяют, финансово, это надо сделать. Идем, и проверяйте опять ребенка, он должен знать, что будет потом. А будет потом, вот это. Взяли, отдали, ну как? И опять проверяйте, и опять с ним говорите, с ним, ребенок, посмотри, нужно быть готовым, ко всему готовым. Это всего лишь велосипед, это всего лишь ты сегодня пробыл маленькое время, это ничего страшного в этом нет. Все это исправимо, неисправимо, когда ты болен смертельно, неисправила смерть, потому что тебя нет. Но вы потом, а что он так тревожит, а что он так плачет? Вот поэтому, вот поэтому, потому что вы как, вы жалеете, особенно папа, дочка, это что-то. Ой, все, дочка захотела, нужно вот это. Сейчас же, сейчас же, чтобы она получила. Нет, нет, так нельзя. Вот это вот, эти сюрпризы, дети понимают, сюрпризы только в материальном плане. Вот это, ну, можно еще использовать момент, когда вы понимаете, что вы с работы, вы не можете с ними погулять, вы устали, еще что-то. А ой, нундрючий, давай, давай, давай. Вы идете тяжелые, идете с ними, все равно идете. А радости-то не ребенку и не вам, вы через силу. А вы скажите, вот, нет. Ну, так это спокойно. Мы пойдем с тобой в такой-то день, когда вот и я, вот, и все отдохнувшиеся, чтобы он научился сопереживать, поддерживать вас. Потому что в команде очень важное сопереживание. Командности у ваших детей нет. Вот сегодня подошел один мальчик, говорит, я, говорит, восхищен как вы. Мы не видели такого, чтобы все там друг друга поддерживали, там, подходят, там, давай, там, давай, все машем друг другу. Да, вот в семье должны быть точно так же. Командность. Все друг другу помогают. Ребенок вам, он поддержит, вы ему. И вот эта командность, она должна переходить к грани. У нас спортивная, понятно, дух это. Это, кстати, американский подход, командность. Это ощущение, где энергии еще больше. Вот он один вот такая, а когда команда, там вот такая энергия. Конечно, он там горы перевернет. За мной, как я могу подвести, там целая команда. А мама, папа, ну ладно, ребенок знает, он поплачет, и этот, все равно все будет хорошо. И поэтому, когда за этот вопрос, что не плывется, потому что как бы он не плакал, и когда только мама, папа, он все равно будет, вы все равно скажете, да ладно. А когда за плечами компонент в этой мыслительности, мораль, в советской армии был патриотизм. Тогда патриотизм не давал даже возможности проиграть. Сейчас-то его нет. И поэтому вы должны создать сами внутри культуру морали в семье, либо в школе, где вы там отдаете. Если там нет морали, если там нет дисциплины, у нас ломают у многих детей дисциплина наша, потому что они спрашивают, зачем это надо? Ну что, ну зачем ваша эта дисциплина надо? Как это так? Потому что потом добавится самодисциплина. Общая самодисциплина. Потому что, понимаете, спорт это почти как армия. Ну, в каком-то мере, вот такая вещь. Где вот упал, отжался, все. И, а наши дети не привыкли, расслаблены. И потом большинство детей, ну чего уж тут говорить, все материально обеспечены. Вы все равно поддаетесь там. То, например, я даже, знаете, из минуса сделала, да, гостиница попалась так. Да, сами для нас нонсенс. Да, расстояние. Но вот именно хотя бы эти условия дали возможность им адаптироваться, находить моменты плюса в этом. Иначе все у них волшебно. Ну, все прям замечательно, все хорошо. Где тогда пространство отрабатывать эти вещи? Нигде. Все, все прям идеально. И еще на тренировке на них не повышать голос. Представьте, вот мы, например, никто не оскорбляет. Но даже повышение голоса, вот вчера тоже, как бы мы, все, оно в истерии. Вот представьте, как бы в самом процессе Дмитрия Витальевича, голоса-то слышали. Да вообще у пловцов у всех такой, там же бассейн. Там же тихо, даже невозможно говорить. И первое время меня даже не слышали они, потому что я не понимала, что нужно кричать. А они сначала что-то из-за уважительности машут мне так. Ну, все понимали. А на самом деле ничего не слышали. И пришлось действительно поднимать голос свой, чтобы они услышали это. Там все говорится на тоне. Но оказалось, есть пушинки, которые нельзя прям там, нельзя вообще говорить, критиковать. Как это может быть? Никак. Иначе, получается, в семье у вас заведено, что критиковать, в хорошей положительном смысле, говорить правильные вещи, анализировать ошибки, не заведено. То есть нужно завести правильные позиции в семье, в вашей команде. Это и называется спортивная мораль. В очень многих клубах есть прям список того, что должен делать, как думать, как поступать спортсмен. Прям они читают, как молитву. Особенно это у боксеров развито. То есть у них есть определенные принципы. Вы должны выработать их. Вот в этом пункте обязательно. И дальше это вот, и смотрите теперь, три компонента. Три всего лишь. Три. Нет других компонентов, которые, на которые, то есть фундамент, то есть некий фундамент. У вас будет он индивидуальный. Вот представьте, сам фундамент. Вот тут не рисуются, но вот как бы пирамидки. Мы пирамидально больше. Это ваш фундамент, в который нужно обязательно включиться. Тело, в котором мы проговорили, что именно с ним делать. Должно включиться эмоциональная работа. То есть именно то, как вы подходите к этому с точки зрения возбуждения, торможения. И третье, вы должны мыслительно проработать, проработать каждое действие перед соревнованиями. Обязательно. Если вы все по этим пунктикам делаете, вы к соревнованиям все больше и больше будете подходить, как спортсмены. Не как обыватели. Потому что обыватель это, который как бы приходит нечаянно. Просто он зашел на соревнования и ждет от ребенка результатов. Я называю их обывателями. То есть это то, которое хочет, чтобы оно само собой как-то нарисовалось. Нет. Родители не хотят работать. Хотят только вот возложить, вы и работаете. Или типа мы вам за это платим, давайте работайте. А мы хотим результат увидеть. Не получится без вас. Вы понимаете, сам смысл работы в том, что мы работаем все вместе. Но понятно, что вы работаете, даже вы платите как родитель. Это вам даст плюс в дальнейшем, на будущем, в отношениях. И это, кстати, американский психолог, не вспомню его фамилию. Он спортивный. Он переложил спортивную психологию на бизнес. В бизнесе точно так же. Не подготовьтесь к проекту. Провалиться. Ну провалиться. И даже бизнесмены, с которыми мы работаем, мы работали, когда они подходят и видно, что они свое здоровье уже просто, ну уже оно, его нет. То дальше что получается? Мозг работает хуже. Все ваше давление и все вещи, которые происходят с вегетативной системой, оно не дает вам выдержать. Деньги не любят ни здоровья. Все. Они растаптывают. И поэтому здесь вам нужно понимать, насколько даже эта психология, научившись вы своих детей, вы научитесь в любой области им быть готовым. Ко всему быть готовым. Вот я сравнила с детям. Думаю, как им объяснить. Ну говорю, представьте, зазвенели вот эти винтюльки. Все, пожар. Кто как себя поведет. Кто-то в угол спрячется, да? Кто-то сразу схватит детей кого-то. Кто-то сразу быстро, так все строимся быстро. Кто-то там за под стол подлезет. У каждого сработает готовность к этой ситуации. Почему? Потому что выяснилось, у кого-то есть ОБЖ подготовка, у кого-то там готовят. Кто-то даже и не знает, что это такое. Что пожар, такого не может быть. Все не может быть, тут везде все. Вот у всех у вас будет, и каждый поведет себя с точки зрения того, в этом пожаре. Как он к этому готов? Понимаете? Вот тоже время спорта. То же самое, как на соревнованиях себя ведут. По-разному. Кто, как вот этот процесс готовился к этому. Поэтому недостаточно просто приходить или отвозить ребенка на тренировку. Недостаточно. Как бы вам это не хотелось. Как бы не хотелось говорить взрослым, знаете, мы учились, тоже у меня был человек, мы учились. А я не хочу. Вся Ленин, кто с нашего времени, что он завещал? Учиться еще раз. Да, вот мы такие. Учиться, учиться, еще раз учиться. Потому что от этого становишься еще здоровее. Но, естественно, мы моложе не будем. Но мы будем, по крайней мере, сохранять свое здоровье. Мы будем счастливее. Мы будем от этого получать удовольствие. Потому что всем детям и родителям говорю, от спорта прежде всего ребенок должен получать удовольствие. Если этого нет, то тогда вы подойдете к тому периоду, когда он не захочет идти на тренировки. Никак не захочет. Потому что он будет только из-под палки идти. Потому что и вы его станете заставлять. А ты представьте, каждый, который ему говорит, собери полотенце, собери сумку, привезти, увезти. Шапку забыл, трусы забыл, это забыл, полотенце забыл. И все. Вот такая голова. Я говорю, ничего страшного. Чего пережил? Собрали свою голову и заново опять начали. Полотенце, рюкзак. Вот мы идем по коридору. Шапочки, трусики, пожалуйста, положили. И у них, у них как медитация. Мы говорим, что вы уже как и груди. Да, медитация пошла. Все. Ничего не забыли? Ничего не забыли. И у них остаются ваши слова. Понимаете? Они действительно как просто закладываются туда. И тогда они не будут ничего забывать. Но даже если забудут, мне кто сказал, если одни очки я вдруг там поломались, я говорю, возьми два. А если вторые поломались, возьми три. А если третий сломался, я говорю, возьми четыре. А если четвертый, кто-то сказал, такого не бывает, чтобы четыре все сломались. У меня все может быть. Я говорю, слушай, возьми десять. Вот просто закупай десять. И пусть они там лежат. Раз у тебя так случается. Поразил простой ответ. То есть нужно было что-то такое сказать. Я не знаю, там феноменально. Волшебной палочкой помахать, там еще что-то. А оказалось, просто бери с собой больше очков. Что-то не то. Простой ответ. Бери десять. Вот здесь вот эти моменты, которые существуют, они просты. И тогда, когда вы будете к соревнованиям ребенку задать вопрос, почему у тебя не получилось, спросите сначала у себя. Почему у меня в процессе этого не получилось сделать вот это, вот это, вот это. Поверьте, вам очень трудно будет каждый раз в дневнике отмечать все его. А знаете, как ребенку это нравится? Главный тренер все равно остается родителем. Как бы мы себя не оппозицировали, так мы главные. Нет. Вы главные. Вы все блюдите. Вы все смотрите. Так делайте тогда это с умом, с пользой. Понимаете? Вот тогда будет польза это. А не так, когда какое-то пустое замечание, оно ни к чему. Когда вы, например, пришли к тренеру, слушайте, расцелили свое. Вот это, вот это, вот это. А как это вот это? Мы так посмотрели бы, ого, вот это, а вот это. И тогда мы говорили, по существу. А не так, когда вы какой-то урывок какой-то даете, и об этом мы думаем, ну и что? Ну вот сейчас получилось. А почему? Ну вот сейчас так получилось. Мы же не знаем, что у вас было до этого, как вы шли к этому процессу. Невозможно дать ответ спорте однозначный. Мы уже в этом спорте очень давно. И при том в разных видах. Одно и то же происходит. Гимнастика, хоккей, теннис, плавание, не знаю, там, футбол сейчас, фигурно-катание, сколько спортов. Говорю, одно и то же. Все одно и то же. Только нюансы меняются, которые технические. А психология одна и та же. Еще один есть момент, который красненький, но который не принимает большинство людей. Это вдохновение. Оно отрицается, потому что у людей-рационалистов это не работает. Они кричат чушь, тетя. Вот представьте, пришел бы кто-нибудь спустился и увидел бы, как я говорю, радугу, запустили радугу, представляем радугу. Это же другая часть полушария, совсем другая. Но она плывет, вот эта часть, быстрее даже, чем ваша рациональная часть. Вене не объяснишь. Это то, о чем психологи в стопоре. Мы не можем вам даже объяснить, как это достать, вот так вот, чтобы еще вам расписать. То есть, например, как вы настраиваетесь нам просто? Распишите, пожалуйста, подробнее. Я говорю, так, сели, там многие, там есть технологии любого расслабления. Сели, расслабились, идем за дыханием, там, концентрируем на дыхании. То есть везде нужна схема. Я говорю, вдохновение нет схемы. Вдохновение – это любовь. Это искренняя любовь к спорту. Это искренняя любовь к ребенку. Это когда видно прям, что распирает. Это когда вот, и это видно у маленьких. Вот если бы вы Арсений увидели, вот, потому что, я понимаю, возраст, потому что он идет туда, там огонь один сплошной внутри горит. Интерес, любопытство. Он вроде успевает побултыхаться, тут же он и технику слышит. Думаю, просто обултыхается он или технику. Потому что, да, с маленьким легче нам. Потому что вот с этого нуля легче, чем когда пришел и понимаешь, что он загружен, у него нет вдохновения. У него нет сюда глубокого интереса то, что он делает. И поэтому, когда я просто говорю, представьте цвет, очень много, вам сейчас представьте, я скажу, закройте цвет, увидите красный. Мало кто этого увидит. А нам запросто. Ну как так закрыть глаза, и не видеть красный цвет. Ну он же вот он. И все говорят, да, вы просто ненормальны. Может быть. Потому что вдохновение – это та часть, которая необъясняемая. А если она необъясняемая, что человек скажет? Вы ненормальны. Или вы ненормальны. Тогда я задаю вопрос, что тогда есть для вас вера в Бога, вера во Вселенную. Что тогда это? Это вдохновение. Этот человек идет в церковь за вдохновением. Если у нас спортсмены, даже перед главным стартом, великие спортсмены идут в церковь, да, в любую вы можете открыть для себя пространство, где вы это достанете. Кому-то нужно сказать, какому-то человеку там поговорить, с ним вдохновиться. Кому-то там просто с папой, с мамой поговорить вдохновиться. Кто-то с тренером. Кто-то фильм посмотрит какой-то. Но нужно это уметь. Приходит робот. Все. Все. Он готов плыть. И я думаю, какой частью доли он поплывет. У нас же две половины мозга. Две. Понимаете? Две. А вы одну перекрываете своим неверием, своим скептизмом. Что вы говорите? Я говорю, хорошо. Попробуйте. У детей ваших, у всех это открыто. У всех это есть. Это интуиция, которую не объяснишь. Интуитивно уже в глазах блестят. Вот сегодня мы это видели. Мы знали уже, кто проплывет хорошо. Потому что она горела, все у них в глазах. Вот оно. Они уже ничего не слышали. Они уже шли. Они уже сосредоточены. Они уже представляли, как это будет. И чаще всего мы на соревнованиях уже предвидим, у кого это получится. Потому что мы знаем, что все выполнил, да плюс еще включил вдохновение. Чемпионы только на вдохновение. Не получается, если этого не включишь. Рационаристы называются мотив. Мотив, то есть мотивация. Ну хорошо, давайте назовем это мотивацией. Но знаете, как трудно тогда этому человеку, знаете, что приходится? Ее постоянно искать. Сначала, что хочешь машину ради машины, ну игрушечной машинки, например. Да? Подарили игрушечную. Закончилось. Потом он скажет, там, серьезнее, там, мотоцикл. Потом он скажет уже машину. Закончатся эти мотивации материальные. Помните, все. Потом ради чего будет плыть? Все. И будет трудно. А представьте, если вы разовьете это вдохновение. То есть, когда, что это такое? Когда вы здесь мир разговариваете. Представь, вот ты там вот соревнования. Соревнования никто не смотрит. Вообще из вас. Вообще. Вот у вас должен быть день, когда вы сели все вместе, включили даже в проигрыше. Уже прошли. Так, давай посмотрим. Вот там финна там пока. Давай там такие спортсмены. Все. И родители ушли, и дети ушли. Как вы собираетесь быть чемпионами? Фильмы. Вот я обязательно скину. Большое спасибо вам за список. Я еще буду добавлять. Фильмы мы скинем вспылку, которые вы должны посмотреть детьми. Фильмы эти спортивные. Вдохновиться с ними. Как наши. Пусть это хоть лыжники. Хоть кто. Любой ведь спорта. Должен вдохновиться на то, чтобы это сделать. Вдохновение проявляется и проверяется только вот именно умением мечтать легко. Легко. Кто уже был, я все время эту формулу рационалистов. У нее там и банкиры, например, были. Для вас очень легко. Один плюс один будет два. Легко. Правильно ли? А другая часть, для другой части мозга я говорю, одна капля плюс одна капля будет. Сколько будет? Море. Одну каплю. Рационально. Да. Ну, творчески. А рационально будет две капли. Правильно? Рационалист всегда составит две капли. А на самом деле одна капля в другую каплю всегда сливается. Всегда будет одна капля, да, из которой получить можно целый океан. Вот в этом и конфликт. Когда вы ребенку, а представьте, если вы с ребенком не схожи, потому что у кого-то получается левополушарный, правополушарный, у кого-то кинестетик, у кого-то он больше логик, у кого-то он больше мыслитель, у кого-то говорун, у кого-то молчун. И вдруг вы со своей вот это вот начинаете ему объяснять. Ты что, извиняюсь мне там, не видишь, что ли, книгу видишь, а видишь фигу. Один плюс один будет два. А он, ну как ты не понимаешь, начинает вам целую логику того, как это получилось у него. Так, все, убрал, все, два будет и все. Все, закрыли тему. Все, перекрывается опять доля. Что управление мозгом? Даже если я вас попрошу, я всем даю же эти упражнения, уже сколько сборов, ну делайте вы это. Это же кинестетика. Палец, который вас, ну вот сделайте. Вы сделайте сами-то вот это быстро. Сделайте сами быстро. Делайте, делайте, делайте. Попробуйте. Ну вот это и есть переключение. Если у вас плохо, то это говорит о том, что правая, левая полуша, а представьте, мы их быстрее, мы их быстро заставляем делать. Что лягушка вот эта, которая должна прыгнуть, да, вот она. Она должна быть быстро, вот лягушка. Раз, два. Раз, два. Это надо делать быстро. Но, что делают ваши дети? Я вижу, не получается. Вот он делает, не получается. Все. Так, давай обратно. Медленно. Все медленно. Техника дается. Медленно. Если в медленности вы все это научились, и потом мы начинаем потихоньку, 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 потихоньку увеличивать, что вы делаете? Ай, не будешь ты быстро. Все. Я не могу быстро. Сели вместе. А это так смешно. У нас дети это любили. Они любят, когда у родителей не получается. Я специально, например, делала, что пишу текст со своими детьми, делаю ошибки. Говорят, ну как ты же ошибку сделал? Говорят, да ты что? Они любят вас корректировать. Я не знаю. Попробуйте. Так, сегодня ты мой тренер по плаванию. Пойдите, пусть он вас получит. Да это безумие. Вот оно вдохновение. Да счастье, когда... Вы ничего не умеете. Я говорю, да. Мы ничего не умеем, ничего не знаем. Вот откуда берется та часть, которая так и нужна вашим детям. Вы понимаете, вот это вдохновение. Если это добавится, то цены не будет вам, родителям. Если вы дадите вот это вот течение. Я поэтому красным написала, потому что больший процент это отрицает. Это то, что мы как психологи, вот эту большую часть, это на автомате. А вот это вдохновение, когда мы видим, что вы их не вдохновляете, это мы делаем за вас. И вас это всех устраивает. Но вы одно поймите. У нас запрет, чтобы дети воспринимали нас как маму и папу. Потому что тогда они будут приходить к вам и сравнивать нас с вами. И им будет от этого плохо. Они будут говорить, почему вы это не делаете. Почему вы с нами так не разговариваете. Почему вы с нами не играете. Вы понимаете? Это первый для нас запрет, где мы делаем дистанцию. Нет, 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 нет. Вот только. Мы должны с тобой научиться, но родители там. А представляете, если вы не делаете эту функцию. И, например, вы отдали, как вы, ну, любите вы там, как бы, людям, которые занимаются. Там няня многие. Вот сколько было моментов, где в няне просто впивается ребенок. Да, мама вечно там. А потом вдруг, а ребенок, ну, любят, извините, мне больше, чем маму с папой. Ну, вы сами так решили. Вы сами такой вывод сделали. Поэтому нельзя свое функционирование отдавать кому-то. Потому что мы только тренера. Мы только мастера своего дела. Но иногда мы говорим честно. Нам приходится за вас брать формулировки и говорить. Представь, как папа тебе бы сказал. Представь, как мама, вам не обидно. Вот это нельзя делать. Вот это настолько запретительно. Где вы должны вместе с ребенком научиться плаванию и быть готовым ко всему. Быть самим. Представьте, вы сами даже научитесь быть готовым ко всему. Это и в работе вам поможет. Сколько у нас сюрпризов происходит в нашей работе передать. И где мы тут должны трансформироваться. Представьте, если бы мы не смогли. Образец, какой мы дадим детям. Так, не рассекуниваемся. Все, собрались и сделали. А сами понимаем, как это сделать. Как это сделать. Я прекрасно понимаю, что это нужно настолько тут включить. Вот это переключение, которое так. И что обычно? Не хочу, не буду. Я привык так. Коридор. Вот коридор выстроить. Ну что, нравится вам что ли? Мне нравится поговорка в конце туннеля свет. Чего я буду идти вообще до этого туннеля, до света. Если просто можно двери открывать, пока я дойду до этого туннеля. Цвет это уже там, на небесах. Все дверки нужно открывать. С вашими детьми, с интересом. Туда заглянули, туда его по... О, там интересно, там интересно, там, а вы... Там, вон, там есть свет, дойдешь туда, иди уже. И туда пнули еще ребенка. Тоже мы не согласны с тем, что в кине ребенка он сам научится плавать. Нет, сегодняшние дети не таковые. Вы не сравниваете тех маугли, которые были. И которые сейчас, вы за них сначала, там, чуть-то не знаю, до первого класса памперс не одевали. А потом вдруг бросили и говорите, плавай давай. Здрасте. Это не та методика сейчас. И вот это самое важное, которое, в принципе, для спорта нужно. Я не буду, чтобы вы не уставали. Вы... Какой-то вопрос вот по этим есть моментам, который, например, ну... Вы понимаете, но задать не можете. Ответить на этот вопрос не можете. Или как бы все понятно. Так ведь? То есть вы понимаете, насколько от вас зависят очень многие моменты, когда вы требуете от других. То есть прежде чем требовать от ребенка, нужно всегда спросить себя, насколько вы сегодня сами готовы плавать. Поэтому у нас и всегда, когда говорят, как поступить в вашу школу, я говорю, прийти с родителями, с ребенком, всех увидеть. Вопрос, зачем вообще? Вы психологи, как, что это там, ну и зачем? Потому что, если уже видно, что родители только временно забежали и хотят там просто слить ребенка и просто там вот пусть плаваешь, то уже понятно, я говорю, знаете, у нас есть группа для любителей. Идет замечательный тренер. Идите туда. Зачем вы будете мучить себя, ребенка, вот этим всем, вот туда, к любителям. Это и здоровье будет, это и все вам там будет. Но то, что мы говорим, то, что мы даем, мы обучаем чемпионству, мы обучаем, как победить. Мы обучаем, как сложить вот именно свою личность. Понимаете, что личность побеждает. Личность. А личность – это система. Это все в нем должно совокупать. Все, вот это все. И родители, и все бабушки даже, если не участвуют. Сколько бабушек в спорте, это уму непостижимо. Бабушки у нас везде впереди корабля. Они все знают, они все. Ну тогда какая будет психология бабушки? Тоже должны знать. Потому что она срабатывает иногда, как бы да. Но иногда вот эта же тепленькая такая, она такая все. Нет, в спорте бабушек нет. Спортит вот, вышел ребенок к бабушке, да. Вот там он может ее там посюсюкать и все прочее. Там. Или какая-нибудь мировая приходит, заменяет вас. Потом опять у вас конфликт. Вот. Еще там три буквы есть, которые тоже у детих есть. И я даю раскладушки всем. Да? Всем даю раскладушку. Кто увидит, то увидит в этой раскладушке. Есть три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Что происходит на соревнованиях чаще всего. Вот эту грань, вот это вот, я называю фильтр. Прошлое – это память. Ваши дети берут память чаще всего соревнований. Минусовую. И, кстати, вот обязательно запомните себе. То есть, если ваш ребенок плохо где-то проплыл, он должен, ну, это взять себе как опыт. То есть, просто проработать ошибки. Но вы должны обязательно, обязательно сказать. А помнишь, как ты проплыл в те соревнования? Он опять вас… Ну, вот я сейчас говорю, нет. Помнишь ты, как проплыл? И вот через эту черту опыт, фильтр в настоящее, если вы приходите в соревнования, ребенок обязательно тащит, что он где-то ударился на спине головой, где-то он там захлебнулся. Это держит. Вы знаете, только память. Это клетки, да? Они как цепочка складываются и держатся. Дети научены в памяти держать минус. Это вы. Я еще не понимаю, зачем помнить плохое? Если вы дурочки, что ли? То есть, если вы умные люди, вы понимаете, что нужно зацепиться за хорошее. Даже в отношении своего детства, мамы, папы, у каждого своего, хоть чуть-чуть было хорошего зацепиться. Нет, ему нечего делать в настоящем. Он должен пройти только в опыт. Я так не буду делать, я буду делать вот так, и в моей жизни будет вот так. И все. И это называется позитивная наша, позитивная система, где вы… Знаете, как позитивно, что про стакан говорят? С водой. Половина полная, полная пустая. Позитивщики? Нет, так не говорят. Нет, холодная половина полная, холодная полная пустая. И так не говорят. Позитивщики говорят, я пойду и долью. Ну, да. Все, вот это наш подход. Мы не будем рассуждать, полный он, пустой он. Мы взять, станем, пойдем, дольем и напьемся этой воды. Вот это, об этом. Это то, где из порожни в порожню, вот где любят тоже дети, особенно вот я же со всеми анализировала, кто у меня был на индивидуальном, да, именно мешает опыт минусовый сделать положительный результат. Потому что как только подходит к соревнованию, я говорю, что я вот это вот, бат, там, то-то, то-то. Я говорю, так, как будто бы не было ни одного дня, когда ты пробыла или пробыла хорошо. Это неинтересно. Потому что внутренний мазохизм, он в корне сидит, и его нужно просто-напросто переучать. То есть, если ты видишь, что он пустой, не сиди, не сиди в стакан. Давай, вставай. Что наши дети? Полениться. Лень. Вот это лень, которую, да, нужно заставлять, нужно закрывать глаза, видеть, что давай, 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 вставай, 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 вставай. Давай, делай, делай. Делание. Настоящим спасает делание, а не рассуждение. Не рассуждение. И поэтому вот этот фильтр, оттуда, если минус перешел, посмотрите, минусы есть у всех. У них у всех есть вот плюс, есть минус. И мы с ними вспоминали плюсы. Я говорю, ну ты что, никуда не ездила? Я не ездила? Да, оказывается. Оказывается, мы путешествовали, оказывается, это замечательно. Зато минусы. То-то, 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 то-то мне не дали, то-то это не произошло, не купили, и еще чего-то. Учите их вспоминать плюсы. Хорошо? И вот тогда позиция, что я не буду ждать и рассуждать, какой у меня стакан с водой, я всегда долью, научите этому детей. Мусолите вы, и вы тоже любите. Вспоминайте хорошее, вспоминайте только хорошее соревнование. Ставьте прямо ему там грамоты. Подойди, ты видишь, сколько медалей? Жжи, прозвенели медалями. Все, забыли. Ты должен только помнить хорошие свои уроки, а не ошибки. А вы перед соревнованием начинаете. Смотри, не сделай, как на тех соревнованиях, помнишь? Еще пальчиком погрозите. Это как мультик, помните, был должок такой, какой-то старый такой, из воды. Скажите, да? Да. Да, да, да. Вот, родители. И они там видят вас в воде, аж ваш палец. Ну все. Поэтому наш, еще раз, заканчивая этим девизом, стакан не будем ждать, полный или пустой, мы пойдем все вместе дольем и напьемся просто вот до отвалу. И сделаемся уже счастливой, как этот полный стакан. Договорились? Есть? Есть какие-то вопросы, может быть, по тому, как вот у нас есть работа по вдохновению и по медитациям, но вы больше, знаете, уже перестали даже использовать медитацию, вас чем только испугать невозможно. Медитация? Что это такое? Ну, давайте вам релаксом, настроим. Просто вот вода – это энергия, это химия, это сочетание с телом на молекулярном уровне. То есть вот это мыслительный процесс, который мы называем программой информации. То есть мы, Рашид, он занимается, Рашид, почему у нас, он занимается составлением программ, правильным, на здоровье, на ощущение своего тела, потому что нет у человека даже программы на здоровье. Тут болит, дети у вас, тренировка тут болит, здесь болит, там болит, здесь болит. Тяжело. Это ощущают. Как спроси его, а ты можешь описать здоровье? Как оно вообще скрипит, когда ты, даже если болит, не обращаешь внимания, ну, подумаешь, там что-то там кальнуло где-то. Они с таким смаком рассказывают, как у них болит что-то. И прям бегу за тобой, Рашид Таффикович, у меня там болит, вот тут, вот, вот. Рассказать. А вот программа здоровья, она просто вот должна быть четкой, на уровне энергии. С детьми вы, наверное, уже разговаривали, может, уже говорили про меня, если вопросы у вас какие-то есть, Да, задайте вопросы, да. Если у вас... Что вас беспокоит, что я делаю? Потому что я согласна с тем, ну, например, я даже против, вот какие-то сейчас появились американские методики по исцеляющим каким-то, я даже не назову там, такую там аллегорию несут, они ходят все хорошо, все хорошо, такие ходят все хорошо, и все хорошо, тебе все хреново. У там уже все разваливается, все хорошо. Нет, это не то. То есть программа релакса, настройки работы, информации, с энергиями, и везде говорится, ты сегодня энергичный, да, это от этого. То есть как составить программу правильно. И если она идет еще на энергетическом уровне, то тогда вот этот баланс тела, да, баланс между вот этим вдохновением, вдохновением тела, он становится, вот и есть воедино, как два крыла. Поэтому у ваших детей бывает, когда сколиоза, потому что нет этого баланса. То так они, то так они, то вот такие они. Потому что, в принципе, когда я уже, даже у вас, родителей, есть образец вашего тела, вас, вы увидишь уже, о, сейчас там или папа, или мама придет какие-нибудь, оп, потому что те же зажимы, тот же говор, те же поступки, так вы распрямите, вы, вот мы с этим работаем, тело внутри энергии, никаких там, то есть вот каких-то вещей от йоги мы берем, это дыхание, да, это упражнения растяжки, они полезные, да, йоги, они все-таки в этом плане очень продвинутые, но саму мораль, какую-то такую вещь, которая несет, там буддизм, нет, вот это как бы, во-первых, у нас разное, вы заметили, у нас совершенно разные религии, да, у нас есть и мусульмане, и христиане, кто вообще без религии, без какой, то есть атеизм такой, вот, чтобы одно другому не мешало, но методика-то, работа, баланса должна быть, и поэтому, если есть какие-то вопросы, как это работает, вот так работает, просто вот идет прям программа, которая, ну, наверное, какой-то, как скелет, каким образом себе говорить, что я здоров, как ее ощутить себя, то есть на дыхании, то есть что такое тепло по телу, что такое ощутить, что у тебя не болит рука-нога, это представьте, это установки, которые не даются с рождения, вы же даже в поликлинику идете, чтобы доказать, насколько ваш ребенок болен, вот, а хотя и вот мы к врачу ходим, я все время говорю, я хожу к врачу, чтобы подтвердить, что я здорова, вот это тоже особенность программы, это программа того, которая долголетие, и когда они понимают, что я иду с такой программой, они там копаются, там копаются, и говорят, так не может быть, не может быть 50 лет так, я говорю, может быть, все нормально, есть что-нибудь, ну вот это подправить, хорошо, подправим, у нас мы любим, так сказать, проверьте, вот, но, понятно, что правильное питание, это не значит, что я буду там чурче чем питаться и ждать у себя здоровья, правильное питание, гимнастика, мы с такими молодыми людьми плаваем, всегда в спорте, ну понятно, что к всемам надо работать, но доводить себя, чтобы поставить вопросом, я болен, я болен, болен, я больна, все, вот все, и умереть, не дадут соврать, мы болеем только 3 дня, вот, есть нам давно, все, 3 дня, такая программа, хоть что было, 3 дня, надо организовать, отдохнуть, отдохнем, и слава Богу, и дай Бог, что так и было, поэтому задайте, потому что я понимаю, что что-то новое, да, это наше, это нет в каком-то либо, это вообще как бы сегодняшний момент, вот так многие, кто из спорта немножко постарше, они боятся психологии, они боятся чего-то нового, но при этом хотят новых результатов, в Америке 5 психологов на одного спортсмена работают, е-мое, а тут мы не можем один, два психолога на целую команду, вот, если вы, как что-то вас волнует, или как-то, вам что-то непонятно, нужно лучше задать вопрос, чем мучиться, вот, что они там делают, вот то, что я рассказала, то мы и делаем, вот с этим делаем, вот так мы работаем, и мы даем, вы заметили, это очень важно, мы даем гармонию отношений, семьи, да, это наша мораль, семья, это постулат, который мы должны оттолкнуться, поэтому муж и жена, муж и жена, дети с нами, мы не боимся этого показать, потому что сапожник без сапог, тоже для нас это плохо, мы не скрываем то, что у нас есть, свои какие-то, я делюсь своими проблемами, которые у меня там с детьми были, или еще что-то, и как мы их решаем, потому что у каждого по-своему, у вас по-своему, но мораль такова, вот сила в этом, в любви, да, в мир, править, любовь, да, и у нас она правит, и тогда все получается, в поддержке друг друга, опять видите, семья это команда, и поэтому подходим друг к другу, вот команда, да, правильно, правильно, видите, в спорте, как важно, женская точка зрения, и мужская, мужская, это другая точка зрения, не спорим, расходимся, находим компромисс, спорим, расходимся, компромисс, и вот так идем, не может быть только женской точки, только мужской, вы представляете, это два мозга мы соединяем, не два, четыре, такие четыре мозговые функции, и поэтому, что мужчины могут задать вопросы, и услышать мужской ответ, что женщины могут задать, что девочка может подойти, к тренеру девочке, что мальчик может подойти к тренеру мальчику, бывает, вы знаете, что возраст, я вообще запрещаю, например, девочкам, которые уже после 14, например, девочкам, тренироваться у мужчин, и наоборот, если мальчик, он должен обязательно подойти, к тренеру мужчине, это важно, это другая психология, это если женщина-тренер начинает унижать, оскорблять мужской по мужчину, это все, это в голове у человека все будет не так, и к этому, да, мы подходим очень строго, потому что, если девочка не может задать вопрос мужчине-тренеру, это плохо, даже с ПМС, вот представьте, это как, вот как, да никак, опять к маме, а у мальчика, когда все вот тут, вот в голове, когда одни девочки, а у нас мальчики, знаете, первым делом самолеты, а уж девочки потом, в спорте никак, это же гормоны, вы представьте, и все это стабилизировать, и все это надо вам расставить, и все это вовремя помочь, вот, вопросы, есть вопросы, если нет, то отпустим вас, чтобы вы не грузились больше, может пока мы здесь, придет какой-то вопрос. Если какие-то по специализации, то да, у нас и психологическое образование, у меня педагогическое образование, диссертации, а, кстати, тут могу, книжки есть, тут от себя можно взять, вот на эту тему, пожалуйста, кто понимает, что это в науке, это вот моя диссертация, одаренных детях, читайте, может разберетесь, все тогда, тогда мы прощаемся, всего доброго, вопросы пишите, кто там будет на связи, кто не смог задать, смогут задать, еще по ходу, потому что это будет в ютубе, ссылка, все равно, телефоны у всех мои, есть всегда, задавайте вопросы, я все равно говорю, только у матросов нет вопросов, вы матросы? Нет, нет, вопросы есть, но они, наверное, чтобы не заставлять всех, а, какие-то по каждому личные, допустим, прошла, да, именно личные, я думаю, будет так, более право, я поэтому говорю, пишите, или если там, или, да, проговаривайте, в плане там индивидуально, обязательно, все, всего доброго, спасибо,